Всем привет! Меня зовут Оксана, я Product Manager компании Iridi, и сегодня я расскажу вам про пульт для управления домашними кинотеатрами от компании Iridi – AV Remote Control. Пульт служит для управления системами автоматизации и аудио-видеооборудованием не только с интерфейса визуализации, который запускается на сенсорном экране, но также и с физических кнопок. Пульт может управлять оборудованием не только через Pro-AV-процессор и Pro-сервер от компании Iridi, но также и через любую систему управления. Начнем с упаковки. Пульт упакован в черную коробку с обложкой, также есть еще прозрачная пленка сверху, здесь изображен сам пульт, на обратной стороне логотип компании Iridi. На торцах изображено правило транспортировки, документация, код товара и его серийный номер, а также ключ бесплатной лицензии, который идет для приложения визуализации, который будем запускать на сенсорном экране для того, чтобы управлять и аудио-видеооборудованием, и любыми системами автоматизации. Давайте снимем обложку. Здесь еще одна коробочка, она довольно плотно прилегает, то есть ничего не случится при транспортировке. Внутри находится инструкция для пользователя, сам пульт вот в такой пленочке. Еще одна пленочка есть на экране. Пульт нежно-серого оттенка, я бы даже сказала, что мне кажется, он светится изнутри. Сбоку у нас расположена кнопка для включения, здесь функциональные клавиши для запуска сценариев, для управления громкостью, управления каналами. Все кнопки программируются и могут быть использованы для тех сценариев, которые вам нужны. Также здесь есть ИК-эмиттер для управления ТВ и приставками. На обратной стороне у нас есть серийный номер и код товара. Также в этой коробочке у нас находится док-станция, здесь кнопка для включения и отключения подсветки, правила для зарядки и еще одна коробочка. Здесь находится адаптер питания и кабель для подключения. Мы подключили док-станцию к питанию. Можно увидеть, что колечко горит приятным белым светом для того, чтобы можно было находить ее в темноте и ставить пульт на подзарядку. Эту подсветку при необходимости можно убирать длительным нажатием кнопки снизу док-станции. Если мы поставим пульт в док-станцию, мы увидим, что кольцо зарядки начинает мигать, показывая, что сейчас пульт находится в процессе зарядки. Давайте включим устройство. На пульте установлена система Android 8.1. Там уже есть предустановленное приложение i3 Pro для управления через интерфейс визуализации, но вы можете устанавливать, как на любой Android, любое другое приложение, которое вам нужно для того, чтобы им пользоваться. Также на пульте довольно мощный процессор. Он позволяет быстро обрабатывать нажатие на физические клавиши, на элементы интерфейса. Вот как раз у нас есть приложение i3 Pro. Давайте запустим. Пульт подключается к сети через Wi-Fi по 2,4 ГГц и, соответственно, может управлять любым оборудованием, которое у вас подключено в эту же локальную сеть. Так выглядит интерфейс визуализации. Все кнопки физические вы можете настроить под управление тем оборудованием, которое вам нужно и запрограммировать так, как вам нужно. Например, при нажатии на сценарную кнопку 1 у вас будет запуск просмотра фильмов, когда будут закрываться шторы, когда будет выставлена комфортная температура, будет опускаться экран, запускаться проектор. То есть любые сценарии, которые вам потребуются. Кнопки также по навигации вы можете настроить для того, чтобы переходить по элементам интерфейса, которые расположены в визуализации. Вот, например, свет. Вы можете перейти и управлять какими-то каналами. Сейчас здесь также запрограммированы, что мы можем управлять звуком непосредственно самого пульта, но вы можете подключать это к той системе, которую вам требуется управлять. Интерфейс может выглядеть как угодно. Это преимущество нашего приложения. Вы можете здесь делать любую цветовую гамму. Например, у нас вот здесь можно прямо на лету сменить цвет и использовать уже, например, его в темноте. На пульте сенсорный экран размером 3,1 дюйма с разрешением 480 на 800 пикселей. Помимо того, что вы можете управлять i3 Pro с кнопок, вы можете это делать при помощи нажатия на экран. Также на пульте есть ИК-эмиттер для управления телевизорами, ИК-приставками, которых нет управления по локальной сети. Также приятными особенностями пульта будет, когда вы снимаете его с подзарядки, он автоматически включает вам интерфейс управления, и вы можете без замедления начинать управлять своим оборудованием. А также в темноте у вас будет подсветка физических кнопок для того, чтобы было комфортно пользоваться. Расскажу немного подробнее про приложение i3 Pro для запуска интерфейса визуализации. При помощи этого приложения вы можете управлять не только аудио-видео оборудованием, но также включать управление шторами, проекторами, светом, подсветками. То есть все, что нужно для того, чтобы сделать комфортную атмосферу для просмотра фильма. При использовании совместно с нашими серверами и ProAV-процессорами вы сможете объединять управление системами KNX, аудио-видео оборудованием, шинами BAS77. Подведем итог. Перед нами пульт AV Remote Control, который помогает управлять вашим домашним кинотеатром не только с интерфейсом визуализации, но и с физических кнопок. У него программируемые кнопки, гибкий интерфейс визуализации, ЭК-эмиттер для управления телевизорами и приставками, док-станция с подсветкой, также есть подсветки клавиш. Я уверена, что AV-пульт станет надежным помощником при управлении мультимедиа-оборудованием и системами автоматизации. Если у вас остались вопросы или комментарии, обращайтесь, пожалуйста, в отдел продаж и Риди, а я с вами прощаюсь. До новых встреч!